Доброе утро, любимая республика! Это четверг. Вместе с вами встречает программа «Утро Хакаси» на телеканале РТС. Ну и, конечно, мы, ее ведущий Кирилл Ермаков и Наталья Чудина. Сегодня мы вспомним знаковые места Абакана 41-го года, послушаем песни, не выходя из троллейбуса, и узнаем, что нужно сделать, чтобы возвращали взятые у вас вещи. В общем, проведем это утро и полезно, и интересно. Будьте с нами! Сегодня на календаре 10 мая. В этот день в нашей стране, 112 лет назад, начала работу первая Государственная Дума. Она должна была рассматривать законопроекты, которые затем обсуждал Госсовет, ну а после уже утверждал, либо не утверждал царь. По сути, это была Нижняя Палата Парламента, а в качестве верхней выступал действующий при царе с 1810 года Государственный Совет. Первая Госдума проработала недолго, всего 72 дня. Зато успела принять 391 запрос о незаконных действиях правительства и в итоге была распущена царем, войдя в историю как Дума народного гнева. Но пока верхи решали, как жить дальше, народ не терял времени даром и уже вовсю начинал полевые работы. В эти дни в центральной и северной части России начинали пахать, а заодно и вспоминать Семена Ронопашца. Интересный факт. До начала пахоты в южных областях России нельзя было петь, а распевать песни возле полей и вовсе считалось грехом. Но мы с тобой петь тоже пока не будем. Лучше расскажем зрителям, какая погода нас ждет в этот четверг. Сегодня в Хакасии пасмурно, а во многих территориях синоптики обещают дождь. Зато дневные температуры повышаются в среднем от 5 до 11 градусов тепла. Ночью от минус 1 до минус 4. В Черногорске и Усть-Абакане утром дождь, днем он прекратится, на термометрах будет плюс 10. В Сорске в этот четверг целый день дождливо и всего 6 градусов тепла. В Саиногорске и Беи днем плюс 11 и дождь. Ночные температуры колеблются в пределах 3-4 градусов тепла. В Белом Яре дождя не будет и плюс 10 на термометрах. В Аскизе и Баграде днем облачно, зато без дождя. И плюс 8, 11 тепла. В Шраф всего 5, в дневное время облачно и с прояснением. В Абазе и Таштыпе днем столбик термометра поднимется до 8-9 градусов тепла. И дождь. В Копьево ночью пойдет снег, а днем облачно плюс 10. В Абакане утром дождь, а днем пасмурно с прояснениями. Воздух прогреется до 10 градусов выше нуля. В ночные часы ожидается плюс 4. Погода никак не хочет нас побаловать теплом и солнцем. Может, хоть звездный прогноз порадует? Овны решат заниматься новыми проектами, чтобы зарекомендовать себя перед начальством. Гороскоп обещает тельцам небольшие проблемы, но вы справитесь с ними героически. Близнецам предстоит немало постараться, чтобы заложить на будущее профессиональную базу. Влиятельный человек протянет руку помощи ракам, который им неоднократно помогал. Львы будут чувствовать себя героями дня, правда без галстука и костюма. Шагая от простого к сложному, девы смогут грамотно рассчитать свой бюджет до конца месяца. У весов ожидается противоречивый день, но масса интересных событий поможет сгладить острые углы. Потери и неудачные сделки ожидают скорпионов, которые необдуманно вложили средства в сомнительный проект. Козероги. Не стоит заключать долгосрочные контракты, если внутренний голос подсказывает «остановись». Водолеи могут заняться каким-то выгодным делом, которое к концу весны принесет весомую прибыль. В рабочей сфере возможны такие интересные предложения, от которых рыбам нельзя отказываться. Чем только люди не занимаются в свободное время. Кто-то ходит в спортзал, кто-то вышивает крестиком, а кто-то поет. Да не просто поет, а поет в троллейбусе. По улицам Абакана проехал музыкальный общественный транспорт. Наш Иван Тинников прокатился на нем под песней хора «Медуница». Концертный зал на колесах. Вот он, яркий, желтенький троллейбус. Сегодня это и танцпол, и караоке, и даже беседка для теплых, добрых воспоминаний. Привычный пятый маршрут городского экотранспорта на один день превратился в настоящую музыкальную феерию. А весенние оголяночки, а приятные оголяночки. Устраивать музыкальные флешмобы для троллейбусного управления Абакана стало уже доброй традицией. Ежегодно на борту у Сачей выступают талантливые артисты Хакаси. Сегодня это ансамбль русской песни «Медуница». Коллектив под руководством Евгения Ветрова исполняет любимые миллионами задорные и лирические песни. Но главными в репертуаре стали композиции военных лет. Очень приятно, во-первых. А во-вторых, это же память, что чтится молодежью. Вот ребятишечки подарили, это же прекрасно все. Такая победа, она так дорого досталась людям, столько погибла. Наталья Демидович за рулем троллейбуса уже пять лет. Признается, такие акции помогают не только скрасить монотонность маршрута, но даже и культурно просвещать пассажиров. Люди же все заняты, на такие мероприятия мало кто куда попадает. Поэтому у нас каждый праздник проводят такие мероприятия, поэтому людям очень нравится. Равнодушных среди пассажиров нет. В салоне звучат только восторженные аплодисменты. Ведь в череде привычных будних дней, каждая такая, казалось бы, мелочь становится на вес золота. А путь-дорожка-то, да под хорошую музыку, не только быстрее кажется, но и настроение... Поднимает, зажигает. Чтобы молодежь помнила, традиции можно поддерживать, передавать из поколения к поколению. Впечатление приятное. Я очень люблю песню «Тальяночку», «Синий платочек». Я считаю эти песни такими и шуточными, и лирическими в одно время. Настоящий живой концерт всего за 16 рублей. Отличный повод променять авто на общественный транспорт. В Хакасии вновь вырастут зарплаты. Правда, не все, а только минимальные. Кто и когда начнет получать больше, об этом мы узнаем из первых уст. Сегодня утром к нам пришла министр труда и занятости Хакасии Ирина Ахметова. Доброе утро, Ирина Виссарионовна. Почему было решено вновь сейчас поднять зарплаты? Вы знаете, так решил наш президент Владимир Владимирович Путин своим решением, своим волеизъявлением постановил и подписал федеральный закон, что с 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда должен составлять тот размер, который соответствует минимальному потребительскому бюджету. Прожиточный минимум, по-другому говоря, это тот размер, который определен в целом по стране. Если в целом по стране он составляет 11 163 рубля, для республики Хакасии с учетом районных коэффициентов и процентной надбавки за стаж работы в республике Хакасии мы умножаем на 1,6 и получаем 17 860 рублей, точно 80 копеек. Вот тот размер, на который должны ориентироваться теперь граждане. Это минимум? Это минимум. Если рассуждать о том, кого это коснется, какой численности, то, безусловно, в целом говорить, да, в республике коснется примерно 14 тысяч наших граждан, тех, которые работают. В основном, конечно, это неквалифицированный труд, но, тем не менее, люди должны понимать, что если они здесь живут, трудятся, у них есть стаж для процентной надбавки, то меньше, чем 17 860 рублей на численная зарплата у них быть не должна при полностью отработанном норме времени и норме труда. А вот какие категории граждан коснется непосредственно это повышение? В основном, это, конечно, неквалифицированный труд, который, ну, наверное, и справедливо оплачивается минимальным размером оплаты труда, ведь для этого не нужно никакой подготовки, не нужно никакого навыка иметь работы, никакого опыта. Но, к сожалению, у нас есть еще категория работников, которые трудятся, например, в муниципалитетах, в сельсоветах. Да, там тоже, к сожалению, специалисты получали минималку, но сейчас она также будет повышена. Но вот сейчас, получается, 18 760, а до этого какая цифра фигурировала? И 12, и 13 тысяч, но ниже, чем 12 тысяч в нашей республике не было. По крайней мере, официальные заработки, если мы говорим о правовом отношении, то зарплата была примерно минимальная – 12,5 тысяч. То, конечно, это существенно, да, почти 18 тысяч, то есть идет прибавка почти на 6 тысяч рублей. Обычно, когда минимальный размер оплаты труда повышается, повышаются и какие-то другие зарплаты. Есть какие-то у нас вот кому-то еще костянуться? Нет, давайте не будем путать. Вот это такое заблуждение как-то среди населения, да, что считают, если повысилась минималка, то и все остальные по цепочке. Так было, традиционно было. Ну, это было в советские времена, когда у нас была единая тарифная сетка, когда была привязка к нижнему токарь первого разряда. И дальше пошел второй, третий, повысили первый разряд и, соответственно, повысили все остальные в процентном отношении. Сейчас такого нет. Заработная плата устанавливается по каждой категории, в каждой отрасли своя. Все зависит от нормы выработки, от нормы времени, то есть нормы труда устанавливают. Поэтому такой привязки нет. Не надо здесь вот заблуждаться. Другое дело, если мы будем говорить еще о других работниках бюджетной сферы, как то, мы называем указные категории. Да, в 2012 году были подписаны, все мы знаем, майские указы президента. Один из них касался повышения заработной платы работников бюджетной сферы. Туда попали 11 категорий работников. Врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, ученые, педагоги, общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, дополнительного профессионального образования, спорта, социальные работники. Вот таких 11 категорий. Вот здесь у нас зарплаты, конечно, значительно были прибавлены за этот период, за эти 6 лет. Самый показательный размер заработной платы – это у ученых. Вот у них зарплата была 21 тысячу. На сегодня 61, ну, чуть больше, да, в три раза повысили. Ну, наверное, это и правильно, да. Ученые – это люди, которые занимаются, да, глубокой разработкой каких-то своих тем. Дальше. Еще попали более чем в два раза, ну, два с половиной повышения произошло у работников, социальных работников и младшего медицинского персонала. Зарплата была на уровне 12-13 тысяч, сейчас более 30. Средняя зарплата, да. Остальные категории, я, конечно, не буду перечислять сейчас в процентном отношении у кого сколько, но скажу, по всем остальным категориям не менее чем на 50% заработная плата была увеличена. Поэтому сейчас говорили о минимальном размере оплаты труда, сейчас говорим о других категориях, разное направление, но все направлено на повышение благосостояния через повышение заработной платы. Спасибо большое, Ирина Виссарионовна, что нашли для нас время этим утром. Ну, а наших зрителей мы просим не переключаться, вас ждет еще много полезной информации. Наталья, скажи, пожалуйста, тебе хоть раз доводилось в жизни бить других людей по лицу? Вот если честно, нет, но иногда очень хотелось дать хорошую пощечину. А в твоем понимании хорошая пощечина это какая? Какие критерии оценки? Ну, наверное, играют роль силы ударом, быстрота реакции, ну и попадание в цель, конечно. Можно же и промазать. Да, для хорошей пощечины все-таки важна подготовка. Уровень подготовки российских спортсменов-пощечников, так сказать, узрели, а некоторые даже и почувствовали на себе в Москве. Здесь прошел первый чемпионат по спортивным пощечинам. Игра шла на выбывание. В каждом поединке участвовали два спортсмена, которые по очереди наносили друг другу удары по щекам прямой ладонью. По правилам соревнований участвовать в нем могли только те, кто проконсультировался с врачом, поскольку участие в подобных мероприятиях может привести к травме. Победителем турнира стал житель Нижнего Новгорода Юрий Кузьмин. Страшно подумать, на чем или на ком он тренировался. Весьма небезопасный вид спорта. А вот утренняя зарядка не только безопасна, но и полезна. Доброе утро, Хакасия! Меня зовут Светлана Швецова. Я инструктор групповых программ спорткомплекса Абакан. И сегодня я с вами проведу зарядку. Итак, сегодня у нас в руках штанга. Мы будем приседать. Переведите штангу на плечи, аккуратно переведите назад. Поставьте ноги широко, пятки шире плеч. Носки разверните в стороны, спину держите прямо, локти направьте в пол. Сильный втянутый живот. На два счета мы будем приседать. Приготовились. И вниз, вниз, наверх, наверх. Вниз, вниз, наверх, наверх. Еще вниз, вниз, наверх, наверх. Отлично. Последний раз. Хорошо. Теперь мы сделаем стандартные приседания. Ноги поставим на ширине плеч и продолжим работать в этом же счете. Режим 2-2. И вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, вниз, наверх, наверх. Еще два раза вниз, вниз, наверх, наверх. Последний раз. Хорошо. В следующий раз мы будем делать выпад. Отставляем одну ногу назад, ставим на носок. Проверьте, чтобы пятка осталась смотреть вверх. Больше нагрузки оставьте на передней ноге и отпускаемся вниз. Также на два счета вниз и наверх. И еще вниз и наверх. Повторим два раза. Один остается. Возвращаем ногу на место. Убираем другую. То же самое выполняем. Вниз, вниз, наверх, наверх, вниз, 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 наверх, наверх. Осталось два раза. Один. Хорошо. Возвращаем ногу в исходное положение. И мы с вами закончим. Спасибо, что были с нами. Занимайтесь спортом и помните, что движение – это жизнь. Огурцы. Овощи, которые многие из нас регулярно употребляют в пищу. Дефицитными их не назовешь. Купить огурцы можно практически в любом магазине и в любое время года. Огурец занимает важное место в кулинарных традициях россиян. Огурчик малосольный, соленый, маринованный, свежий. Но мало кто знает, что пришли к нам огурцы из очень дальних краев. В рубрике «Пять фактов» расскажем кое-что занимательное об этом овоще. Огурец известен как овощное растение уже несколько тысяч лет. Его родина – тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растет в лесах в естественных условиях, обвивая деревья, как лианы. Считается, что в Европу огурец проник благодаря завоевательным походам древних греков в Азию. Изображение огурца можно встретить в древнегреческих храмах. Огурцы являются любимым овощным растением у русских с давних пор. Однако точных сведений, когда огурец впервые появился на Руси, нет. Предполагают, что он был известен у нас еще до 9-го столетия, проникнув к нам, скорее всего, из Восточной Азии. Путешественников из Западной Европы всегда удивляло, что огурцы на Руси растут в огромном количестве, и что в холодной Северной России они растут даже лучше, чем в Европе. Огурцы, как не покажется это странным, способны убрать неприятный запах изо рта. Кусочек огурца, прижатый к небу языком, в течение 30 секунд убивает бактерии, которые являются источником неприятного запаха. Наибольшая концентрация минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в небольших плодах длиной до 9 сантиметров. Те огурцы, которые вырастают больше, уже не имеют такой плотности полезных составляющих. Самые бесполезные – это старые огурцы с пожелтевшей кожурой. Они практически не содержат витаминов, зато в них полно косточек. И кушать такие овощи не очень-то и приятно. Огурцы могут помочь снизить отечность глаз. Аскорбиновые и кофейные кислоты снижают уровень воды, сокращая отечность. Поэтому, милые дамы, не стесняемся утром ходить с огурчиками на глазах. Настоящую красоту ничем не испортишь. Скульптуры в необычной технике гармошки создает Феликс Семпер. Он склеивает вместе листы бумаги и затем, как Микеланджело, отсекает все ненужное. В результате получаются вот такие вот неординарные творения. На одну из таких скульптур уходит до 7 тысяч листов бумаги. Делает он не только бюсты, но и бумажные гамбургеры, кроссовки, мультгероев. Видео своих работ скульптор-самоучка выкладывает, конечно же, во всемирную сеть. Я, Наташ, тоже записал тут одно видео. Оно, может, и не такое зрелищное, конечно, как это, зато очень полезное. В 2018 году, когда практически у каждого, да что там практически, да у каждого, в сотовом телефоне есть камера, хоть какая-то там, хоть 0,3 мегапикселя, хоть 0,4, неважно, этот лайфхак сработает стопроцентно. Часто бывает, что у вас кто-то из знакомых, друзей, коллег что-то просит. Слушай, Кирилл, ты один остался, у тебя на четвертый айфон случаем зарядки нету, а? Ну, конечно, у меня ведь как раз четвертый айфон. Круто. Держи. Подожди. Что? Что такое? Я тебя сейчас сфотографирую, чтобы потом не забыть, кто забрал мою зарядку. Ну все, готово. Стреться. Таким образом, вы никогда не забудете, кому вы одолжили тот или иной предмет. Всегда можно открыть галерею и посмотреть, у кого же ваш шуруповерт, чайник, зарядка на четвертый айфон, 500 рублей. В общем, этот лайфхак стопроцентно работает. Здравствуйте. Наташ, привет. Привет. Ты что, у тебя вроде шуруповерт был? Сумочки вов-женском. Ну, одолжи, пожалуйста. Держи. Спасибо большое. Я верну. Стой. Что такое? Сейчас я тебя сфотографирую. Да я верну. Да я верю, только дрель кто-то не вернул. Наташ, большое спасибо тебе за шуруповерт. Да, пожалуйста. Да. А, кстати, фоточку удали. Точно. Ну, удали, удали. Ну, не знаю. Давай, давай. Второй шуруповерт мне бы не помешал. Девятое мая отгремело в Хакасии накануне праздничным салютом. На территории нашей республики боевых действий не было, но, тем не менее, регион тоже внес свой немалый вклад в дело победы. Десятки жителей республики ушли на фронт. Наши поля выдавали сотни тонн продовольствия для страны. В Хакасии работали эвакуированные предприятия. Все для фронта, все для победы. Наша съемочная группа прошлась по Бакану и еще раз вспомнила о том, сколько пришлось пережить горожанам в далекие сороковые годы. Резкий скачок развития и роста промышленности. В Бакан поехало промышленное оборудование. В Бакан поехали станки, оборудование. Появление железной дороги кардинально изменило жизнь всей страны в целом и Хакасии в частности. Узнать неизвестные страницы истории города и военные факты. Пешие экскурсии для всех желающих бесплатно проводит туристский информационный центр. Мы рассказываем об истории города, о предвоенной истории и очень большой упор делаем именно на историю Великой Отечественной войны, то есть на вклад Хакасии в дело победы. Мы рассказываем о героях Великой Отечественной войны, которые были призваны из Хакасии, о боевом пути Пирятинской дивизии. А баканские старожилы помнят, как когда-то привокзальная площадь считалась центральной. На ней устанавливали городскую новогоднюю елку, а сейчас здесь мемориал воинам-интернационалистам. Рядом 10-я школа, которая в годы Великой Отечественной служила эвакогоспиталем. Здесь с работ с пионерами работала знаменитая девушка Катя Перекрещенко, которая потом с 10-й школы ушла на фронт, стала медсестрой и в 1944 году она погибла. Но ее личный подвиг – это более 500 раненых, спасенных и вынесенных с поля боя. Экскурсия-прогулка длится около часа. Первый обязательный пункт – в прошлом городской кинотеатр, а ныне – Центр культуры Победа. Здание возводили в годы войны, как символ доблести и крепкого духа советского народа. Входили самые разные слухи о том, что фашисты объединились с Японией и наступают с юга, о том, что они уже заняли Минусинск и Красноярск, о том, что со дня на день будут уже в городе Абакане. И чтобы пресечь такие разлагающие атмосферу слухи, было принято два важных решения. Во-первых, это всех работников, всех предприятий обязали слушать радио, помнить эти громкие слова от советского информбюро. Второе – построить вместительный кинотеатр, чтобы демонстрировать патриотические фильмы. Вклад Хакаси в дело Победы, в подвиги людей, как на полях сражений, так и в тылу. Тысячи наших солдат, включая бойцов Пирятинской дивизии, защищали родину от фашистов. В Хакасской автономной области тогда было всего чуть больше 400 грузовиков, больше половины отправили на фронт. Мебельная фабрика снабжала советскую армию ящиками для снарядов, а мясокомбинат – знаменитой абаканской тушенкой. На мощностях абаканского мясокомбината, который тогда находился на улице Фабричной, известная и любимая всеми фронтовиками абаканская тушенка. Она была достаточно хорошего качества, вкусная, и ее было достаточно много. Кинотеатр фактически начал работать еще до 9 мая 1945-го, но в День Победы все же провели торжественное открытие. А вот парк Победы появился намного позже. Памятник воинам и вечный огонь установили в 1974-м. Это конечная точка нашего пешего экскурсионного маршрута. Это все, о чем мы успели рассказать вам этим утром. Если вы что-то пропустили, то нашу программу можно найти на сайте телекомпании РТС. Здесь вы можете узнать и новости республики, и другую не менее полезную информацию. А у нас на сегодня все. Отличного вам утра. И проведите его с телеканалом РТС. Темная ночь Только пули свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. В темную ночь В темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь, И в детской кроватке тайком Ты слезу утираешь. Как я люблю Ты, любимая Нась И тревожная черная степь Пролегла между нами Верю в тебя, дорогую подругу мою, Эта вера от пули меня Темной ночью хранила Радостно мне Я спокоен в смертельном бою Знаю, встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна С ней не раз мы встречались в степи Вот и теперь Надо мною она Кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому, знаю, со мной Ничего не случится Мои, мое, мое, мое У меня нет Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи Вот и теперь надо мною она кружится Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь И поэтому, знаю, со мной ничего не случится Субтитры создавал DimaTorzok